Здравствуйте! Известно ли вам, что некоторые факты о климатических аномалиях в прошлом и настоящем очень слабо освещены на просторах интернета? Учитывая, что говорят, будто история всегда повторяется, мы считаем, что вам важно знать реальные факты от независимых учёных, так как вместе со знаниями приходит и понимание того, что нужно делать. Сегодня мы поговорим о небольшом ледниковом периоде. В недавней истории уже имеется факт, как люди в Северной Америке и Западной Европе столкнулись с суровыми климатическими аномалиями. Лето так и не наступило для жителей этих регионов. В июле были морозы и шёл снег в августе. В результате чего этот год получил название «Лето, которое не наступило». Год без лета. 18 сотен замёрзших. Причиной этого одни учёные называют извержение вулкана Тамбора в Голландской Ост-Индии, Индонезии. А другие — столкновение Земли с метеоритом, что породило ядерную зиму в этих частях планеты. Это событие привело к голоду и миграции населения. В Индии запоздалый летний муссон вызвал поздние проливные дожди, что усугубило распространение холеры из региона, расположенного вблизи реки Ганг в Бенгалии, до самой Москвы. Это событие было серьёзным испытанием для людей того времени. А как бы вы преодолели эту климатическую катастрофу? Смогли бы помогать другим и мирно решать проблемы? О том, как не растеряться самому и помочь окружающим? Читайте в докладе о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле «Эффективные пути решения данных проблем» на сайте geocenter.info Теперь давайте посмотрим, какие аномальные события происходят на планете Земля в наше время. Снег в пустыне Сахара, полярные морозы, сильный снегопад в середине апреля и начале марта в Европе, России и США. Природа пытается нам что-то сказать, но что? Если вам понравилась наша передача, пожалуйста, ставьте лайки, делитесь с друзьями и подписывайтесь на наш канал. Вы когда-нибудь задумывались, что мысли могут влиять на мир вокруг вас? Этот феномен был обнаружен доктором Масару Эмоту. Он обнаружил, что мысли и слова могут изменять кристаллы, образующие воду. Да, и кстати, среднестатистическое человеческое тело состоит из 60% воды. Итак, давайте остановимся и на минутку подумаем о последствиях, которые наши мысли оказывают на наше тело и мир. В следующей программе мы рассмотрим более подробные исследования доктора Эмота. А сейчас, ради развлечения, предлагаю вам проследить за своими мыслями и при желании поделиться с нами в комментариях, было ли у вас больше положительных или отрицательных мыслей в течение дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова